Всем привет-перивет! Сегодня самый настоящий весенний денёк, 8 марта. Вот такие вот у нас уже наросли растения в Калининграде, зелёненькие. Вот тут вот листочки, такие маленькие красивые листочки, нараспускались прям во дворе. И мы сейчас, сегодня очень солнечный день, мы пойдём гулять. Вот тут вот ещё вижу, что у людей они садили цветочки, и прям очень высокие стебли, скоро всё будет свисти. Вот тут вот тоже такие хорошенькие маленькие листочки везде. Вот тоже. И мы сейчас будем гулять. Мы сходим сначала в свой любимый Тестилаб, потом в Центральный парк пойдём. Там посмотрим, какие есть народные гуляния на 8 марта, какие поздравления. И потом уже пойдём домой. Вот такие планы на сегодня. Сейчас попробуем их полностью осуществить. И гуляем. Идём потихонечку к Тестилабу. Всё такое зелёненькое. Все лужайки зелёненькие. И мне нравится, что люди сегодня счастливые. И знаете, солнце. 8 марта. И все идут, и все счастливые. Все улыбаются в Калининграде. Все чему-то рады. Это так замечательно, если честно. И знаете, хочется улыбаться, потому что праздник, и потому что все тоже тебе улыбаются. И это здорово. Я считаю, очень здорово. Часто ли вы видите людей на улице, которые чему-то рады? Которые улыбаются? Бывает ли у вас такое? Мне кажется, это так редко сейчас. Чаще всего, когда пасмурно особенно. Все очень грустны. Но сегодня солнце. А все соскучились по солнцу, по весне и по зелени. И когда видят солнце, просто не могут не улыбаться. Мы сейчас уже подходим вот в стадион Балтика. Мы уже потихонечку подходим в этот драматический театр. Жёлтенький. Вот. Мы идём к нашему тестилабу. Мы там почему-то давно так не были. Мы всё ходили в Банвиль, в Европу. И соскучились уже, естественно. Мне так радостно от того, что сейчас уже будет тепло. Будет хорошая погода, большей части, чем плохая. И люди все станут в сто раз добрее. Единственное, конечно, проблема сейчас будет небольшая с туризмом. Что сюда, что отсюда. Но, по крайней мере, те, кто здесь живут, будут счастливы и улыбаться. Это тоже хорошо. Мы уже почти подошли к тестилабу. Вот наше заковыристое дерево. Тут, по-моему, на нём растут какие-то очень тёмно-красные маленькие яблоки или что-то в этом духе. И вот мы видим на полянке всё вот в таких вот маленьких растениях, цветочках беленьких. Мне кажется, это что-то типа маргариток. Они иногда цветут вот таким беленьким, а иногда цветут вот таким вот розовеньким. И они очень симпатичные. И вся-вся полянка будет покрыта этими цветочками. Но пока их не очень много. И вот смотрите, какой вид здесь приятный. И вся-вся полянка зелёная. Тут птички часто ходят. И мы их на лавочке, когда пьём кофе, подкармливаем печеньками там или каким-нибудь там хлебушком или ещё чем-нибудь. Вот такие цветочки. Всё в цветочках уже. Вот тут опять розовенький, беленький. Всё в цветочках. Очень приятно. Вот зоопарк у нас напротив. Там кафе Солянка. Кстати, кафе Солянка, по-моему, историческое. Даже считается какое-то. Оно раньше вроде как не Солянка было, но мне кажется, вот здесь очень давно находится. Не все ещё, конечно, деревья обросли листочками. Но мы ждём. Липа, да. Мы очень любим липу, кстати. И прошлой весной очень любовались, как цвела липа. Вот зато вот эти кустики все зелёненькие, кругленькие, красивенькие и специальные. Люди каждый год подстригают всегда. Вот держат форму, всё. И вот наш Тестилап. Сейчас зайдём и закажем наш любимый кофе. Всё как всегда. Всё недорого. По 69 рублей средний капучино. А маленький 59. Много людей, да. Много. Зайдём. Здесь всякие акции. Есть. Вот такие выпустили. Фитнес-ланчи. Вот есть вот это без мяса и без жиров. Единственное, вот этот сыр можно не есть, если вы на посту. А вот это вообще без жиров. Это что? Вареники ленивые с шоколадом без сахара. Всякие пирожки. Десерты. Ну и капучино. Это на миндальном и кокосовом молоке. Музыка играет. Всякие напитки. И мы стоим в очереди. А, о! Какие красивые десерты. Это жиле такое специальное и, видимо, молочное жиле типа панакоты. Мы вот так сделали в виде цветка. Круто. А вот тут ещё есть вот такие вот десерты. в виде мороженого и шарики. Здорово. Наверное, это, конечно, вкусно. Вот такое чувство, что я это, наверное, не буду есть. Но кто пробовал, пишите. Мы купили печеньку с предсказанием от 8 марта. Вот такую вот. Сейчас мы её разломаем и посмотрим, что внутри. Открываем нашу записку. Сейчас узнаете, что вас ждёт всех. Так. я раскрою. Не переживайте так. В вашем доме будет тепло и уютно. Видите, какое хорошее предсказание. Считаю, что очень позитивное. Вот. В вашем доме будет тепло и уютно. Так что вот такие пожелания на сегодня. Местные партизаны окружили нас. все так смотрят. вот у нас есть в Калининграде памятник Калтану Джону. фортепиано. Это вход в бар такой специальный. Ну, это здесь на ночной клуб. Но пока это днём выполняет функцию вот такого вот памятника. мы продвигаемся от Тестилаба к центральному парку по проспекту Мира. Это самая центральная у нас улица. И она проходит через такие очень старые районы города. Самые такие хорошие, центральные, добротные, немецкие, да. И здесь очень дорогие магазины. Здесь вот мы сейчас подходим к историческому кинотеатру «Заря», который был и в немецкое время. То есть немцы ходили в этот кинотеатр. И он очень был популярный, очень дорогой, элитный. А сейчас там проходят кинофестивали, куда приезжают известные актёры, режиссёры, всякие звёзды. Там проводятся конференции. Ну, естественно, показывают кино. Я всё хочу хоть раз туда сводить мужа, но он упирается. Мне нравятся другие кинотеатры. Какая-то неделя индийского кино. Неделя индийского кино. Вот тут фестиваль кино стран ЕС прошёл. А неделя индийского кино, она, по-моему, начинается с какого-то марта, с 15-го, что ли, в Плазе. Давайте, может быть, он открыт. Зайдём, я его хочу показать. Вот тут вот чай, а вот старый такой вот кинопроектор, видимо. давайте зайдём внутрь. Тут у нас конь, шляпы Чарли Чаплина или кого-то другого. Ну-ка, сейчас посмотрим чей. Прикольно. Тут брошюрки лежат и этот великолепный конь с лампочкой. Здорово такой большой. Шляпки. А вот эти очки это памятник кому-кому-кому, я забыла кому. Мы про него прям читали. Сейчас скажу. О, а тут смотрите какой костюм прикольный. И головы нет, и шляпа, да? Здорово. Такой кинобар. Там вот зеркало. Очень такая обстановка. Сколько креативненькая, конечно. Вот. Это памятник Вуди Алину. И он здесь был один раз, по-моему, туда приезжал. Вот такой вот кинотеатр. Идемте дальше. Сейчас мы увидим памятник. Вот на доме изображен космонавт. и там памятник космонавтам. Там человеческая фигура машет с земли другим цивилизациям. В круге, видите? В этом суть этого памятника. Что Владимир Николаевич? Анунакам привет. Анунакам привет. Ну реально этот памятник, когда мы начали покорять космос, был установлен именно с этим посылом, что смотрите, какие-то плавочки милые, что человек с этого памятника машет другим цивилизациям, приветствуя их. Мол, вот мы люди, только как же мне так зайти, чтобы хоть что-то видеть, скажите? может быть вы что-нибудь видите, я не знаю, но вот так вот он выглядит. Солнце очень яркое сегодня, надеюсь кто-то что-то видит. И вот тут написано землякам космонавтам. Леонов Алексей Архипович Романенко Юрий Викторович Пацаев Виктор Иванович Летчик космонавт СССР Герой Советского Союза. И вот тут вот все задекорировано под космические темы. Вот такие вот арт объекты сделаны симпатичные. И тут такая плиточка и мох вот этот на деревьях потрясающий просто. Смотрите. Сразу видно где север. Сразу видно где север. По-моему по всему кругу этого дерева сплошной север. Это береза. Так и вот они вот эти вот такие вот декорации. И красиво очень разрисовано я считаю красиво. тут такая вот плиточка там прям ретро-ретро такая вся. Вот каметник. Ну сегодня правда очень милый день конечно. Вот тут есть растение. Я вам его весной обязательно сниму. Даст бог если мне жизни. и вот оно уже в листочках да в таких розовеньких видите а когда будет весна оно зацветет и оно будет цвести дикими просто огромными такими невероятными розовыми цветами вот такой ковер вот так и будет свисать с этими цветами полностью вот здесь все будет в цветах я его каждый год фотографирую обязательно это растение и в нем фотографируюсь и все в нем фотографируются это такая достопримечательность я считаю нашего города потому что много цветущих растений но такое вот прям водопад цветов их редко где такое встретишь и все конечно приходят обязательно кто приезжает особенно сфотографироваться с этим великолепным растением я не знаю как оно называется но оно очень приятное тут что-то туйка видимо большая или что не знаю растет мы идем продолжаем вот мы уже в центральном парке тут у нас играет гармонь как всегда вот мы около кирхи королевы луизы и идем прогуливаемся тут естественно торгуют сувенирами игрушками празднуют 8 марта радуются жизни и мы вместе с ними сейчас мы шли с Владимиром Николаевичем и обсуждали что я готовлю самый лучший в мире кофе капучино конкретно и я говорю нам придется наверное объехать весь мир чтобы найти человека который готовит кофе лучше чем я а он говорит да что же ты во всей вселенной и во всех галактиках не найдется существа которые готовят кофе лучше чем ты представляете так что я уникальный человек на Марсе ни одного человека такого нет на Марсе ни одного человека такого нет который готовит кофе лучше чем я ни единого вы можете себе это представить учитывая что на Марсе вообще ни единого человека нет А уж тем более такого, который готовит кофе А уж тем более лучше, чем я Спасибо, конечно Мой муж дорогой Благодарю тебя За комплимент Ну уж как есть, но нет, если честно Я очень хорошо готовлю кофе Если вы умеете готовить капучино Вы можете, конечно Прийти, приехать И посоревноваться со мной Вдруг вы сделаете это лучше В чем я совершенно не уверена У меня Есть дома кофемашина С капучинатором И я так там готовлю кофе, что Все приходят в гости И не могут уйти Говорят, хотим еще кофе Еще И еще Понимаете Владимир Николаевич На листиках пока что Ну уже большие листики И вот видите, какая вот эта штучка Скоро расцветет уже магнолия Смотрите, как она рано Но она очень красивая Такая прям Есть розовые, белые Есть прям темные розовые Такие фиолетовые Крутые и желтые, по-моему, даже Так что тут у нас Чешский тордельник Очень вкусная штука Да Это Лакомство Национальное Чешское Но Как сказать Мы вот ели его много раз Но сейчас мы так наели спицы Что К сожалению Не влезет в нас тордельник Так Как наши бельчата Тут тоже Белочки Ну сейчас посмотрим Может быть мы их даже увидим Но вряд ли Из руин подняли наш янтарный край Участникам восстановления развития города Калининграда и области Вот так вот Пойдемте зайдем в лесную чащу Что же мы будем по цивилизованным объектам шастать Если можно Идти в лес В парк Что же мы будем мелочиться Только вот он еще от клещей конечно не обработан Это будет только в апреле Ну Мы то Мы то Кто не рискует Кто не пьет шампанского Зато все вот Видите как изменилось Все стало очень красиво Зелененькое такое Приятненькое Не думаю что сегодня белочки выйдут к людям Не думаю Зато тут так приятно Да Владимир Николаевич Пойдем дальше Главное не наткнуться на мину Ибо тут все гуляют Часто с собачками И можно Да Но всем плевать на эти правила Абсолютно Люди ходят Радуются И мы радуемся Спасибо Богу Что у нас есть Эта жизнь Этот город Что у нас есть руки Ноги Голова Что мы можем ходить Каждый день надо так говорить Спасибо Благодарю тебя Господи Благодарю тебя Вселенная За то что у меня все есть Если у вас чего то нет Не переживайте У всех чего нибудь нет Лучше Отметьте то что у вас есть И за это и благодарите Я вчера вывела такую Ну так скажем Аксиому Недоказуемую Что Страх Это неблагодарность Когда мы боимся Чего то Когда мы Боимся потерять Да Вот потерять Упустить Ну допустим Страх За свою жизнь Когда у нас происходит Мы боимся ее потерять Верно Боимся потерять здоровье Например Или еще что то Когда у нас возникает Страх За свои деньги Мы боимся их потерять Страх это Ну боимся испытать Какие то негативные чувства Что то потерять Или Что нам сделают больно Правда И Я считаю что В каких то Вот обыденных ситуациях Страх Это как неблагодарность Какая то У тебя же очень многое есть Даже если у тебя В один прекрасный день Отберут все это У тебя это было И тебе нужно быть благодарным За то что у тебя Хотя бы это было Да А ты вроде как Еще ничего не потерял Но боишься уже И портишь свое существование Жизнь окружающих людей Страх же Когда тебе угрожает Реальная опасность Это Нужный Элемент Он тебя часто спасает Но допустим Вы стоите в толпе И у всех коронавирус Вам уже надо бояться Это ваш Страх спаситель Он вас убережет Вы Срочно Наденете маску Намажетесь окселиновой мазью Начнете пить водку Ну там Писали Что если выпить Немножечко спиртного Ну а лучше напиться Коронавирус умрет Мол На начальной стадии Я всякого в интернете почитала Ну или орбидол пьете Там Да Вот И Это нормальный страх Или лев за вами бежит Там По саванне Это нормальный страх Или убийца в темноте За вами бежит Супер Нормальный страх Муж там хочет вас прибить Вы звоните в полицию Но когда вы боитесь На ровном месте Это ненормально Вам это надо Припоминать Что вы значит Не поблагодарили Бога за все Вы просто хотите Урвать еще что-нибудь Требуйте от мира Внимания Любви И еще чего-нибудь Жадно трясетесь За благо Какие-то Здоровье Это тоже благо Его нужно просто беречь За собой ухаживать А не трястись Вовремя принимать Какие-то меры Если не принял Принимать ответственность А если не хочешь Принимать ответственность Пойдем к Высоцкому Да Пойдем к Высоцкому Просто солнышко Как раз сегодня Во всю ту сторону Вот что мы идем В ту сторону И оно нам всегда в лицо И я понимаю Что люди При съемке Ничего не увидят Если честно Посмотрим Да Посмотрим Мы тоже начинающие блогеры Поэтому Учимся Да Но в любом случае Солнце сегодня Очень ярко И никуда мы От него Не денемся Если хотим Снять какой-то объект Нужно вставать От солнца То есть Вот мы сейчас Дойдем До него И встанем От солнца Вот так Видите Теперь Высоцкого видно Все Потрясающая фигура Всегда смотрит Вдаль Гитара в руке Я читала Как он умер Высоцкий Как он жил Слушала в детстве Его песни И Конечно Это очень Выдающаяся Личность Такая Которую все уважали Человек хороший Я думала Вот знаете Что сегодня В парке Будет гораздо веселее Что какие-то Праздники Будут Но наверное Они прошли с утра Мне так кажется Что тут написано Огромная благодарность За помощь Создания памятника Народному поэту Актеру И барду Владимиру Высоцкому Жителям Калининградской области Металлургической Компании Курганбалт А.Н. Семешину Г.Л. Знаговану Это скульпторы И.Б.Ж. Саипову А.Г. Ярушуку Ярушук Это наверное Губернатор Да Вот Такой вот памятник Сфотографирую уже Сфотографировала Такая прогулка у нас Вот так выглядит Кирха Там кукольный театр Как вы уже помните Тут вот Высадили уже растения Тюканчики Уже большие Сейчас расцветут скоро Мы идем Гуляем дальше Если что-то Еще Поснимаем Сегодня То хорошо Если нет То прощаемся На сегодня Всех Женщин С праздником 8 марта Любви Здоровья Благополучия Семейного Счастья Чтобы дети были Главное здоровы И чтобы с детьми Было все хорошо Это самое важное Чтобы было здоровье И чтобы с детьми Было все хорошо Ну и будьте Обязательно Любимы Я думаю Что Нужно дружить Нужно любить Выйти искренним И честным Во всем честным Так всегда Человеку проще У него душа чистая Если он честный Вот Мы Пошли Наверное Домой Ну я говорю Если мы еще что-то увидим Интересное То конечно же Снимем Спасибо 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 Спасибо